МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это программа СТРАНА СМОТРИТ СПОРТ в студии Дарина Грибоедова и Руслан Никватуллин. Говорим женской сборной России по ганболу, подразумеваем Евгений Трепилов. Но это прошедшая эпоха. Да, теперь российскую команду тренирует испанец Амброс Мартины. Как говорится, почувствуйте разницу. Испанец тоже иногда может дать Трефилова, но, по словам девушек, тут же успокаивается и продолжает объяснения на смеси английского, испанского и немножко русского. А теперь может еще и японский выучить. Да, ведь именно в стране восходящего солнца проходит чемпионат мира, победитель которого получит путевку в ту же Японию, но уже на Олимпийские игры. Раз кумамон, два кумамон, три кумамон и так до бесконечности. Если попытаться пересчитать их всех хотя бы здесь, то наверняка собьешься со счета в кумамон и в кумамото повсюду. И если вы смотрели хотя бы один матч чемпионата мира по ганболу, то наверняка видели этого милого зверя. Здесь и правда, куда ни глянь, везде кумамоны. Они встречают туристов в аэропорту, попадаются на глаза на улицах, украшают дома, машины, общественный транспорт, красуются на упаковках и улыбаются вам чуть ли не с каждой витрины. Давайте знакомиться. Вот он, кумамон обыкновенный, символ префектуры кумамото, принимающий 24-й женский чемпионат мира по ганболу, черный медвежонок с белой мордочкой и красными щеками. В природе такого не существует. Его выдумали в 2010-м по инициативе властей кумамото, чтобы привлекать сюда туристов. А уже через год он официально стал самым популярным талисманом в Японии, выиграв национальный конкурс среди символов других префектур. С самого рождения кумамон начал неплохо зарабатывать. Только за первую половину 2012-го доходы кумамото от использования вымышленного персонажа в рекламе составили примерно 120 миллионов долларов. Сейчас у кумамона есть официальный сайт, аккаунты в соцсетях, собственный ютуб-канал, своя резиденция в самом центре города, неподалеку от древнего замка и даже официальная должность. Кумамон путешествует по Японии и за ее пределами в качестве менеджера по продажам префектуры кумамото. А еще он лично встречался с императорской четой. В следующем году этому малышу исполнится всего 10 лет. День рождения отметят с размахом. К юбилею всеобщего любимца в кумамото готовится, пожалуй, не меньше, чем делали это перед чемпионатом мира по гандболу. Ну а нам остается надеяться, что загадочный японский зверь принесет удачу женской сборной России. Александр Боровков и Андрей Коник. Кумамото. Япония. Страна смотрит спорт. Зверь хоть и загадочный, но это все-таки медведь, а потому действительно должен принести удачу сборной России. Да, в Японии интересно, но и в России на этой неделе очень много городов задействованы в рамках большого спорта. И уж раз начали с Японии, то и будем двигаться с востока на запад. Сибирь. Кемерово. Здесь вечер профессионального бокса. Битва в Кузбассе. Ямало-Ненецкий автономный округ. В Номурингое международный волейбол. Перемещаемся на Урал. В Нижнем Тагиле кубок мира по прыжкам с трамплина. А под Магнитогорском кубок мира по сноуборду. А теперь на юг. В Гудермесе продолжаются полеты в аэротрубе. В городе на слиянии Аки и Волги баскетбольная лига чемпионов. На берегах другой реки Кубани матч регбийного кубка вызова. В подмосковном Воскресенске громкая афиша. Спартак Лока. Это молодежная хоккейная лига. В мытищах химки принимают Барселону. И еще больше баскетбола в Санкт-Петербурге. Здесь и Евролига, и Единая лига ВТБ. А вот московские армейцы свой ближайший матч Евролиги проведут на выезде в Тель-Авиве против Макаби. В середине 2000-х именно эта дуэль была одной из главных в европейском баскетболе. Два финала Евролиги и оба в пользу армейцев. А вот в полуфинале Евролиги пятилетней давности ЦСКА потерпел одно из самых болезненных поражений в своей истории. 19,2 секунды. А, понятно. Треха и прессинг. А вот кто треху будет бить? Митцов мешает. Хайнс мешает. Каун с Тайесом тоже плотно. Блю после заслона. Витя, хряпа, что ты делаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня нет слов. Но возвращаясь к делам сегодняшним, а здесь ЦСКА после неудачных матчей Виттории и Мадриди учинил форменный разгром в Барселоне. Плюс 29. И теперь разозленные каталонцы постараются реабилитироваться на другом российском клубе подмосковных Химках. Буду откровенен. И как-то мы чуть-чуть в последние игры увлеклись нападением. Как-то нам кажется, что если нам забьет 80, мы забьем 90. Не всегда так получается, особенно без Алексея. И вот это наш резерв. Да, будет нелегко. Потому что их состав повыше. И Миротич и Антитомич. Они повыше по росту. И обычно Тезичек держат вдвоем на поляне. Если у них есть порядок на площадке, что я видел несколько игр. Они играют здорово. Если так, как против ЦСКА, хотели быстро дома выиграть бросками, тогда и командам, которые против них играют, это полегче. Но я думаю, что после этой прогреши от ЦСКА они сделают выводы. Я знаю тренера Тезича, который так просто не пропускает таких игр. В Евролиге химчане на данный момент замыкают восьмерку сильнейших. То есть будут бороться за попадание в плей-офф. Но сразу после матча с Барселоной нужно переключиться на единую лигу ВТБ, где желто-синим предстоит выезд в Санкт-Петербург. Здесь у подмосковного клуба показатели просто великолепные. 9 матчей, 9 побед. На второе место довольно неожиданно взлетел Енисей. У ЦСКА и Локомотива Кубани по три поражения. У Уникса 4, а у Зенита целых 5. Не слишком удачно пока выступает Нижний Новгород и Автодор. Слабый старт саратовцев привел к отставке с поста главного тренера Евгения Пашутина. И сложилась поразительная ситуация. В единой лиге ВТБ нет ни одного российского главного тренера. И тем не менее на пресс-конференции после матча Нижний Новгород-Химки по-русски говорил не только Римас Куртинайзис, но и наставник Нижнего Зоран Лукич. Его команде предстоит домашний матч Лиги Чемпионов с испанским Тенерифи. И яркая личность Лукича, безусловно, привлекает к себе внимание. Давайте посмотрим, как экспрессивно он рассуждал о нестабильной игре Павла Антипова. Он один из редких игроков, который после таких операций возвращает в баскетбол на уровень. Без боли, без ничего. К сожалению, другие мышцы не могут следить за этим. Но он из-за этого, знаете, он прислушивает себя. Он и вообще... Я все время пытаюсь... Бывают моменты, знаете, когда он, например, как с Бамбергом, с Казанем, да, выходит, дает серьезный удар. Сегодня, он сегодня из-за своей этой пригруженности с самочувствием своим, он даже не мог в какие-то моменты сделать тактический фон. Мини в бонусы, вырывается перед ним игрок. Я не могу сейчас дать это Билл Эванс. Он просто был шокирован. Знаете, как сосиска, как продавая. О, бонусы. Лево-право получил мяч, забил, он повернулся. Я пошел дальше. Видели, если потом потерю на получение мяча получил, подал, какой-то был, Брэндону Брауну, поели, ели, спасли, и он достал мяч в аут. От Нижнего Новгорода к Нижнему Тагилу. Здесь проходит этап мужского Кубка мира по прыжкам с трамплина. Уже в пятый раз сильнейшие летающие лыжники слетаются во второй подчисленности населения город Свердловской области. Трамплин, на котором будут соревноваться спортсмены, его линия Капоинт расположена на отметке 120 метров, однако зрители вправе ожидать и более далекие прыжки. Рекорд этого трамплина принадлежит норвежцу Форфангу. В 2017 году он улетел на отметку 141,5 метра. Кстати, полметра ему уступает его соотечественник и партнер по команде Дэниэль Андре Танды. И, кстати, именно к нему в данный момент приковано большее внимание. Этапы, которые проходили в польской Висле и финском Руке, именно Танды выиграл, и в данный момент Скандинав лидирует в общем зачете с максимальным количеством баллов. Всего в заявке представителей 15 стран. Это от Соединенных Штатов Америки до Японии. Здесь выступят все действующие чемпионы мира. Будет поляк Кубацкий. Представлять свою страну он будет с другим великим чемпионом Камилом Штохом. Последние трижды брал золото Олимпиад. Более титулованным является разве что швейцарец Симон Аман, четырехкратный победитель Олимпийских игр, также не пропустит тагильский этап. Сюда же можно добавить и Грегора Шлиранцаура. Что касается сборной России, то за счет расширенной квоты наша команда заявила сразу девятерых летающих лыжников. Здесь и Евгений Климов, и Денис Корнилов, и Дмитрий Васильев. Последние, несмотря на разговоры перед началом сезона, о завершении карьеры продолжают выступать. Отметим и наличие в заявке воспитанника тагильской прыжковой школы Вадима Шишкина. Сейчас я в хорошей форме. Вот, недавно прошел Кубок России, на котором я тоже показал хорошие прыжки. В принципе, уже как бы не считая такой Кубок мира, ну, таким настолько тяжелым стартом, думаю, ну, смогу показать свои хорошие тренировшие прыжки. Ну, и в завершении немного о погоде. Все-таки очень важный фактор как для спортсменов, так и для болельщиков. В соревновательные дни 7 и 8 декабря синоптики обещают ноль, что, безусловно, скажется на посещаемости домашнего этапа Кубка мира. В дни соревнований на трибунах ожидается около 2,5 тысяч зрителей. И на том же Беридиане, но на 500 километров южнее, на горнолыжном курорте Банная под Магнитогорском, впервые проходит этап Кубка мира по сноуборду. Спортсмены соревнуются в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. И мы, конечно, прекрасно помним, как на Олимпийских играх в Сочи сильнейшим в обеих этих дисциплинах стал представитель России Вик Уэллд. Сноубордисты открыли соревновательный сезон. Теперь уже об этом можно сказать официально. Первый в этом году этап Кубка мира и сразу на домашней трассе здесь, в Магнитогорске. На правой хозяйке наша сборная самая многочисленная. В составе, конечно же, двукратный олимпийский чемпион Вик Уэллд. Здесь же приехал двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. Из девчонок за медали поборются Наталья Соболева, Милена Быкова. Около двух тысяч человек ожидается здесь в выходные. Вот сейчас готовят трассу как раз к субботним и воскресным этапам Кубка мира в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом гигант. Вот здесь соревновательная трасса. Ребята буквально полчаса назад закончили свои тренировки здесь. Но стоит отметить, что холодно. На улице достаточно минус 9 и такой пронизывающий ветер. Надеюсь, это не испугает болельщиков. Ждем от наших медалей. И как пройдет этот домашний этап Кубка мира, расскажу в своем специальном репортаже. Вообще, Магнитогорск обычно ассоциируется с хоккеем. А в этом виде спорта на этой неделе предстоит сразу несколько знаменательных дат. 8 декабря празднует свой день рождения Михаил Варнаков-старший. Хоккейная ДНК. Так называется специальный репортаж на нашем канале про династию Михаилов-Варнаковых. Отца и сына. С внуком маленько по-другому. Вот у него характер уже, может быть, в маму, не знаю, но тому уже как-то вот, ну, то ли да, то ли нет, да. Привели уже сами, записали сами, тренировался, года три тренировался. Но в итоге, я тоже об этом всегда говорил, если это делается, ну, нет интереса, делается без любви, то это тоже и ребенку, и ребенка не надо ломать и заставлять. Пришли к выводу, что не надо ему заниматься хоккеем, и он уже вот, наверное, третий год уже и не занимается. А если бы сын хоккеист был у Вячеслава Фетисова, то 11 декабря 2009 года они вполне могли бы вместе выйти на лед в матче континентальной хоккейной лиги. Ведь в тот день 51-летний президент хоккейного ЦСКА спустя 11 лет после окончания карьеры вновь надел игровую форму. Легендарный защитник провел в матче против СКА не слишком много времени на площадке. Москвичи проиграли, но помнить эту встречу будут еще долго. Сначала вообще никто не поверил. Мы узнали прямо на раскатке перед игрой утром. Я зашел в раздевалку, как сейчас помню, с базы, сонный весь. И Вячеслав Александрович сидит, кофе пьет в комнате отдыха. Мне такой, о, привет, рыжий. У меня волосы были. Почти только встал. Ну и началось все с раскатки. Когда мы выходили на утреннюю раскатку, она в прямом эфире велась. То есть там прям живой коридор журналистов был. И, как сейчас помню, я спросил упражнения. Мы разделились на две стороны. И он спросил, как упражнения делаем. Я стал объяснять упражнения, поднимая руку, хотел объяснить. У меня вот рука вот так вот тряслась. Сразу объявил в команде. Я слава. Сегодня, сегодняшний день. Уже за пределами Вячеслав Александрович. Он долго не менялся, нас в зоне заперли. И ему как бы там можно было поменяться. Он еще как бы в атаку виден. Все-таки это в краю. Он побежал в атаку еще. Вот. Ему кричали там слава, слава. Потом на фамилии, ну как вот мы обычно, там я кулем, а там смена. Вот. И там, то есть кто-то крикнул из ребят, там потом тренер подхватил. Там уже смех такая обстановка. Вот. Ну и так по-доброму. Да, наверное, непросто было подбирать выражения при общении на площадке с легендой молодым ребятам, практически игрокам молодежного хоккея. Кстати, МХЛ предлагает нам на этой неделе любопытную афишу. Спартак Лока. Как и всегда в этой лиге, два матча за два дня. А значит, воскресенские любители хоккея смогут сполна насладиться яркими эмоциями молодежного хоккея. Молодые, задорные, полные силы и энергии. Они готовы выкладываться на льду 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Именно за это болельщики так любят МХЛ. В принципе, молодежный хоккей просто веселее, чем взрослый хоккей. Потому что ребята еще более бесшабашные, более веселые. Взрослый хоккей, он более прозаичный. То есть там будут четкие, точные передачи, отработанные схемы. А в детском хоккее кто куда, кто зачем. Игра молодежного Спартака в ноябре действительно немного похожа на кто куда, кто зачем. Победа, поражение, победа, поражение. И так 12 раз подряд. Но все же, если говорить об успехах команды, то пациент, конечно, скорее жив, чем мертв. Спартаку удалось прервать 22-матчевую рекордную победную серию СКА-1946, которому в сентябре по сумме двух матчей уступили 2-12. Ровно 50% матчей выигрывали. Честно сказать, у нас тоже такой вопрос у всей команды возникает. Мы тоже на самом деле не особо понимаем, как так получается. То, что мы одну выиграем, одну проигрываем. Но в ближайшее время планируем исправлять все это. Ярославская же команда как локомотив пронеслась по ноябрю. В 10 игрок у Лока лишь два поражения. Текущие матчи с Лока, наверное, будут осложнены тем, что будем играть не дома, а будем играть в воскресенске. На это соперника настраиваться особо сильно не надо, потому что он так вверху, и ребята знают, что тут нужно со всей ответственностью подойти. Ну, может быть, это даже будет и каким-то глотком свежего воздуха, что ли, потому что все-таки играть будем в воскресенске, смену обстановки. Хоккеисты «Спартака» в преддверии праздников надеются не только на смену обстановки, но и на новогоднее чудо. И уже сейчас загадывают самые смелые новогодние желания. Выиграть кубок «Орламова», конечно, что же еще загадывать. Это мечта, мне кажется, любого игрока, который играет в молодежке. Чтобы мы всегда выигрывали, и не было поражений. И в плей-офф вышли, и саняли первое место, и выиграли кубок «Орламова». «Спартак Лока» – главная вывеска этих выходных в МХЛ. Но в молодежном хоккейном мире уже вот-вот начнется главное событие сезона. Каждый год в конце декабря и даже 31 декабря. Нет, не баня и не Новый год, а молодежный чемпионат мира. Светлана Афанасьева, «Страна смотрит спор». Да, совсем скоро нас ждет традиционное новогоднее лакомство – молодежный чемпионат мира по хоккею. Ждем с нетерпением, а о событиях в ближайшей неделе продолжим рассказывать сразу после рекламы. В студии по-прежнему Дарина Грибоедова и Руслан Нигматулина. Это значит, что «Страна смотрит спор». «Битва в Кузбассе» – это большое боксерское шоу, которое пройдет в Кемерове. Особое внимание будет приковано к бою Михаила Алояна, который начал заниматься боксом в Новокузнецке, в городе, находящемся в той же самой Кемеровской области. Всю свою любительскую карьеру он проводил в одном весе, потом начал профессионально более-менее в том же самом весе, потом поднялся, но там как-то не очень заладилось. Сейчас минус две категории, и это, соответственно, просто надо себя проверить, прочувствовать, потому что, с одной стороны, бьют полегче, но, с другой стороны, все-таки скорости повыше. Никто из нас не молодеет, и Алоян для этих весовых категорий, в которых он хочет выступать, он уже в той или иной степени боец такого преклонного возраста. Учитывая отсутствие ударов, ему не так много осталось, поэтому надо набирать. Впрочем, в этом году Кемерово чаще воспринимается как волейбольный город. Кузбасс под руководством Томаса Самилева стал чемпионом России. А на этой неделе, правда, уже без финского специалиста, дебютировал в Лиге чемпионов. Сразу несколько клубов, в том числе «Зенит Казань» пропустили первый тур Лиги чемпионов и за участие в клубном чемпионате мира. А вот на ближайшей неделе в игру вступят все участники турнира. Кузбасс и «Зенит Казань» сыграют на выезде, а «Факел» дома. К сожалению, новоуренгойцы вынуждены пока играть без своего капитана Игоря Каладинского. Да-да, это тот самый Каладинский, который выступал на Олимпиаде в Пекине в пляжном волейболе. «Базука» – именно такое прозвище дали Игорю Каладинскому заустановленный им мировой рекорд по скорости подачи в пляжном волейболе. Это было в 2008-м, и рекорд до сих пор не побит. В паре с Дмитрием Барсуком Игорь стал призером первенства мира и Европы, победителем турнира «Большого шлема» и неоднократным чемпионом России. Но, несмотря на большие успехи в пляжке, спортсмен принимает непростое решение и уходит в классический волейбол. Игорь Каладинский – человек удивительной судьбы, который успел так много выиграть и в волейболе классическом, и в пляжном. Конечно, виды спорта достаточно близкие, но таких вот уникумов, ну, просто по пальцам руки пересчитать. По возвращению в классику Каладинский входит в состав «Локомотива Белогорья» и выигрывает с этим клубом бронзовую медаль чемпионата России. Далее играет за «Казанский зенит» и тоже завоевывает бронзу отечественного турнира. А в 2014-м переходит в «Новорингойский факел», где становится капитаном команды. «Факел» тогда как раз только взращивал вот этих молодых птенцов, о которых теперь мы знаем и говорим, что это лидеры сборной, тоже Клюка, Волков. Вот они под началом как раз Игоря выросли. И с именем Каладинского связаны и последние успехи «Факела». Победа в Кубке вызова, бронзе на чемпионате мира клубном, бронзе в чемпионате России. В общем, это такой действительно человек-легенда, который оставил огромный след в истории российского волейбола и классического, и пляжного. Благодаря бронзе в чемпионате России «Факел» дебютирует в этом году в Лиге чемпионов, но, к сожалению, пока без Каладинского. Игорь пропустил начало сезона из-за травмы. Сейчас спортсмен активно восстанавливается и готовится к выходу на паркет. Ну а команда и поклонники «Факела» надеются на скорое возвращение своего легендарного капитана. Екатерина Дронова, Юлия Широчкина, «Страна смотрит спорт». Волейбольный календарь в этом году поражает своей насыщенностью. Но волейбол идет круглый год, а вот по регби мы уже успели соскучиться. Но не все регбисты еще ушли на каникулы. В рамках Кубка Вызова Енисей сыграет с французским клубом «Кастер». Правда, не в родном, но холодном Красноярске, а в теплом Краснодаре. Кубок Вызова – это второй по силе европейский клубный турнир. Главное – это Кубок Европейских чемпионов. Если проводить параллели с футболом, то есть Лига чемпионов, есть Лига Европы. Вот Лига Европы – это Кубок Вызова. Можно на крайность вполне ставить. Сильный турнир, тяжело, много поражений, много крупных поражений. Но надо четко понимать, что это клубы, которые абсолютно играют на другом уровне. Это клубы, которые обладают абсолютно другим уровнем исполнителей. Недавнего своего соперника по нынешнему турниру Ньюпорт Драгонс обыгрывал в свое время Енисей. Поэтому какие-то небольшие, но успехи уже есть. Сейчас Кастер – чемпион Франции 2018 года. Хочется, чтобы Енисей в первую очередь отработал в защите, как он это делал в первом тайме с Ньюпорт Драгонс. И я думаю, тогда при любом результате стыда нам не будет. Со следующего года наш чемпионат переходит на систему осень-весна. Это тоже немаловажный момент, потому что сейчас давайте опять же смотреть правде в глаза. Когда мы перейдем на систему осень-весна, мы будем играть в таком же режиме, как и эти европейские клубы. Это тоже очень важный момент. Еще в эти дни на юге России в Гудермесе проходит чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Зрелище непривычное и увлекательное, а самые яркие моменты можно будет увидеть в программе «Страна лайф. Дело труба» на нашем канале. Название интригует. Прямо сейчас мои коллеги, журналисты испытывают самую крупную, самую большую аэродинамическую трубу на территории России. Это Гудермес, это Чеченская республика. Только что и мне удалось побывать там внутри. Уникальное сооружение. Помимо того, что там скорость за 100 км в час, но это не предел. Перегрузки невероятные, но чувствуется, конечно же, полет, чувствуется вот эта легкость. 56 команд, они разыграют 12 медальных комплектов. Все эти люди будут на протяжении 4 дней биться вот в этой невероятной, монструозной трубе в Гудермесе, удивляя, покоряя жюри, показывая что-то невероятное, показывая, что человек, ну, в какой-то степени может летать. На этом мы заканчиваем нашу программу. Дарина Грибоедова, Руслан Нигматуллин. Страна смотрит спорт. До встречи, друзья.